Четыре этажа, пять тысяч квадратных метров с самым современным медицинским оборудованием. Такой новогодний подарок для жителей Бутова парка 2 подготовили администрация округа, застройщик микрорайона и Министерство здравоохранения области. Теперь местным жителям стала более доступна профилактическая, диагностическая, консультативная и лечебная помощь. Здесь собран очень достаточно коллектив молодой, энергичный, которые хотят трудиться во благо нашего населения, хотят оказывать качественную медицинскую помощь, хорошие специалисты с большим опытом, достаточно таким большим опытом работы, которые умеют делать, если мы говорим о хирургической лоруслужбе, даже такие сложные операции. Светлана Николаевна Лобачева более 30 лет отдала медицине. В новую поликлинику с прежнего места перешла работать с удовольствием. И коллектив подобрался хороший, и техника самая передовая. Новый аппарат, и он называется в народе цифровым, так как для него не нужна пленка, он работает в цифровом режиме. Я правильно понимаю, что данные отсюда сразу поступают на компьютер, с ними можно? Да, на компьютер, который лаборант, в свою очередь, отправляет на компьютер доктора, который, в свою очередь, делает описание, может, даже моментально. На официальном открытии глава Ленинского городского округа Алексей Спаский отметил главную ценность этой поликлиники. Теперь людям не нужно будет тратить огромное количество своего времени, чтобы получить медицинскую помощь. Теперь она буквально в пешей доступности. Она позволит жителям, которые проживают здесь, получать полноценную, высококвалифицированную, высокотехнологичную помощь. Именно по месту жительства, не тратя там по полу, а то и более на дорогу. После Нового года с большой долей вероятности здесь будет открыть пункт вакцинации после, да, и это тоже важнейшее, важнейшее событие. Поликлиник рассчитано на 450 посещений в смену. Уже сейчас здесь прикреплено более 9 тысяч человек, взрослых и детей. Здесь будут вести прием 20 врачей различных направлений. Педиатры, терапевты, стоматологи, хирурги и другие специалисты. Предусмотрены чистые и грязные перевязочные, отдельные входы, отдельный кабинет. Площадь большая, светло. Так что все готово для приема пациентов. Строительство поликлиники началось в конце 2017 года, но даже за это небольшое время некоторые лечебные стандарты изменились. Благодаря слаженной работе всех заинтересованных сторон в проект оперативно вносились правки, которые затем воплощались в жизнь. Решения, которые заложены были на начальном этапе, они принимают характер уже несовместимый. Поэтому мы оперативно наладили работу с администрацией, застройщик и Минздрав. Отработали данный вопрос и, в принципе, запустили в графике данную поликлинику. Внешнее и внутреннее благоустройство здания сделано в соответствии с современными стандартами. Вновь открывшуюся поликлинику посетила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова. Для нее и Алексея Спаскова провели небольшую экскурсию по учреждению, на которой они убедились. Все готово к приему пациентов. Она оборудована по самому последнему слову техники. Это аппараты экспертного класса, это кабинеты УЗИ, рентгенологии, маммографии. Я думаю, что комплексную услугу, помимо диспансеризации и помимо прививок и каких-то обычных осмотров, люди могут получить. Я проверила, запись работает, все информаты работают, все в электронном виде запись осуществляется. И на завтра уже полная запись на завтрашний день у каждого специалиста. В микрорайоне идет активное строительство социальных объектов. На территории жилого комплекса уже открыты три детских сада и школа. В будущем предусмотрено строительство еще двух детских садов и трех школ. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.